Адам Джерим посетил объекты социальной сферы и благоустройства муниципалитета. Первым пунктом стала школа номер 59 Станицы Северской. В учреждении идут работы по замене ограждения. Его протяженность 990 метров. Сумма работ составила свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. В Станице Северской в районе улиц Таманская и Украинская началось строительство сквера в честь 75-летия Победы. Это стало возможным благодаря участию в муниципальной программе формирования современной городской среды. За счет средств местного бюджета проведена планировка покрытия. Разбиты дорожки, забетонированы площадки для установки на них военной техники. В ходе объезда районный руководитель посетил Северское кладбище. Здесь идут ремонтные работы по программе восстановления воинских захоронений. Сумма контракта составляет свыше 500 тысяч рублей. На въезде в районный центр идет строительство сквера Сосновая роща по программе формирования современной городской среды. Общая сумма работ свыше 7 миллионов рублей. Строительство находится на начальном этапе. В Станице Северской идет ремонт дороги по улице Казачьей от улицы Калинина до переулка Горного. Капитальный ремонт с устройством тротуара по нечетным сторонам по улицам Кирова и Школьной. Далее глава района посетил Азовское сельское поселение. В Дом культуры Станицы Азовская приобретено новое световое и звуковое оборудование. Теперь артисты со сцены будут звучать более качественно. Работники ДК продемонстрировали гостям новое оборудование в действии, исполнив фрагменты кубанских народных песен. Напротив администрации ДК в скором времени откроется парк в честь 75-летия Победы. Появление зеленой зоны стало возможным благодаря участию поселения в федеральной программе по благоустройству. Стоимость работ свыше 5 миллионов рублей. Здесь уже установлена игровая площадка и скамейки. Планируется обустроить и спортивную площадку. Не остался без внимания детский сад номер 21 Станицы Азовской. В мае этого года по программе развития образования в учреждении построен теневой навес на сумму 400 тысяч рублей. За счет спонсорской помощи он оснащен детской мебелью и игрушками. В этом году обновление коснулись сельского клуба Станицы Убинской. Здесь проведен капитальный ремонт отопительной системы. Планируется также поставка звукового оборудования, мебели и газового оборудования.